приветствую всех на канале рад вас видеть надеюсь у меня также сегодня будет обзор на игру crisis crisis 2 ремастер или как народе его называют просто кризис эта игра это легенда можно сказать со время когда она выходила на компьютеры она очень многое изменила общей сфере гейминдустрии задала тренды разорвала многие шаблоны да вообще удивило игроков и запала в сердца многим геймерам разработчики сделали возможности сделали ремастер версии на все три части которые у нас есть есть обычные версии которые не оптимизированы под консоли нового поколения недоступны в геймпасе а версии которые идут ремастер это их нужно отдельно покупать в первую очередь хочу сказать спасибо своему подписчику мажору за предоставленный аккаунт благодаря тебе я могу сделать обзор на эти игры на кто хочет в будущем если у вас есть какие-то интересные игры которых нет у меня вы можете предоставить мне аккаунт по желанию конечно же я могу сделать обзор на игры которые вам интересны поехали кризис 2 на xbox series s весит 17 гигабайт доступен магазине microsoft store полетели я фанат этой серии на компьютере все время я в нее играл в первую вторую третью все проходил правда в то время эта игра ставила на колени любой компьютер человек который у которого эта игра шла хотя бы на средних настройках был уже счастливчиком потому что она тогда была очень требовательной и не всегда была хорошо оптимизированы на начале на начальном этапе и выпуска здесь была реально прорывная графика которая прям заставляла страдать многие компьютеры это было прям супер сложно допустить и на каких-то высоких это были там уникальные люди которых были самые мощные компьютеры в основном все играли к на каких-то низких или средних настройках я же играл на низких или низко-средних настройках посмотрим посмотрим как она работает как она выглядит так давайте для начала днем настройки настройки графика чего у нас здесь есть у нас здесь есть только уровень размытия при движении все больше ничего у нас нет никакого никакой настройки retracing а ничего даже в первом кризисе по моему мы делали обзор на канале примастер версии был отдельный режим с retracing прикиньте во второй не сделали не знаю как это работает но посмотрим поехали нажимаем сразу продолжить не будем долго томить здесь у нас игра идет режиме 60 кадров разрешение динамическое но изменяется в зависимости от обстановки она может быть и 1260 пи может быть 900 пив каких-то очень активных перестрелках где будет максимальная нагрузка на графический процессор вашего xbox а то есть они сделали максимально оптимизация который будет подстраиваться под самой игру ну что здесь в принципе в кризисе кто не знает это в основном шутер как бы которым очень много происходит какого-то экшена и здесь вложен максимальный отклик если у вас будут здесь режим 30 кадров это будет не совсем комфортно играть а точнее вообще не комфортно играть здесь минимум нужно иметь 60 кадров поэтому все таки это наверное даже лучше все у нас нету режима 30 кадров он и нафиг здесь не нужен блин первое впечатление здесь есть retracing здесь по моему если цель ребятки давайте посмотрим повнимательнее так мы проснулись но картинка прям неплохая картинка прям неплохая я в него играл на компьютере еще в то время это было намного хуже картинка чем то который я сейчас вижу перед своими глазами вот у меня ассоциации 6 картинка стой графикой в обычную версию я не играл на xbox и играл только на пока и что ну когда она выходила так как нам это пропустить не можем пропустить давайте послушаем это все чем я могу помочь ты мой последний шанс мой кул до всех нас мне конец я труп ходячий я заражен но ты ты сможешь завершить начатое ты должен ты должен предыстория как это все начиналось во второй части это наше будущее сынок это война и еще так просто отсюда не выбраться симбиоз связь нужно разорвать я отдал тебе костюм отдал свою жизнь обещающая найти гул да вот все что я могу ты все что я могу пророк так меня звали помни меня эпичное начало прям каком-то фильме так давайте сначала посмотрим на картинку здесь есть ретрайсинг посмотрите это лучи в первую очередь как они выглядят не прям реально очень похожи на те лучи которые есть в результате его в частности в четвертом или том же восьмом прям очень достойно выглядит классное освещение картинка прям посмотрите этот комната прям залито солнечными лучами видно вот солнечные лучи прямо что-то сыпется от какая-то пыль с этого здания но прям очень круто и очень атмосферно выглядит максимально плавная картинка ребят прям очень достойная прям в восторге честно я прям в восторге давайте пробуем побежать куда-то с кем-то побиться так что у нас здесь оглядеться так ну это понятно нам нужны патроны патронов нету да давайте поставим немножко больше чувствительность мне не хватает именно плане чувствительности для прицеливания так параметры параметры джи управления не то параметры геймпада вот чувствительность давайте поставим хотя бы на 70 это что такое вот это вот не знаю а то наверно помощь подожди давайте здесь в этим это скинем вот так чувствительность поставим хотя бы на 70 думаю это будет комфортно проверим да вот это она это намного более комфортно так побежали разбить замок кто не знает что такое кризис ребят это шутер против пришельца против разных зараженных в котором ты можешь использовать свой экзо костюм который позволяет тебе иметь разные возможности например использовать невидимость использовать усиленную физическую силу использовать быстрое передвижение прыжки какие-то это костюм который позволяет тебя быть суперменом суперменом по факту реальным таким настоящим суперменом будущего так блин прямо на очень достойно выглядит я прям кайфу ребятки я прям кайфу и такой кайф вообще поиграть не спустя столько лет намного лучше графики блин реально круто я прям кайфу ребят меня прям ностальгия но в то же время я в восторге из-за того что я могу тебе пройти ее намного пора ракши графика так а почему так громко вроде звук делал тише там супер громко что-то происходит идем дальше так прыжок пророк послушай меня я не знаю слышишь ли ты но они идут за тобой тебе надо искать морпехов боже как она крут играется на максимально быстрая отзывчивость никакого input lag они туда еще и крутая графика ребятки сериаса сделает чудеса я прям серьезно говорю разрешение здесь по ощущениям выше чем full hd прям реально выше так выходим на улицу вау это прям вау ребят изменениям приоритетов включаем визор патроны то что надо функции позволяет наблюдать за противником с безопасного расстояния так мы нужны патроны первую очередь найти пророк послушай безопаснее ищут тебя по всему району передаю тебе свои координаты ты должен добраться сюда что-то я что-то я слишком переоценил свои способности ничего идем да блин зачем это еще рассмотреть все системы доступны я понял пророк послушай безопасники ищут тебя по всему району передаю все которые у нас есть эти пром с кем-то постреляться посмотрим как работает вообще стрельба в этой прекрасной игре водичка прям внутри она неплохо ребят нужно понимать сколько лет этой игры и насколько она была круто когда она выходила дано и сейчас круто на самом деле она и сейчас прям неплохо смотрится спустя столько лет так во ментов очка давайте возьмем металку диана вот все отлично отлично кстати вот здесь есть система модулей у каждого оружия не помню как его уже улучшать вот по моему не то не то это костюм режим стрельбы стрельбы нет не то короче здесь есть система улучшения разных модулей для оружия там ты целом мир какой-то глушитель и он здесь сделан прям очень похожий который есть сейчас battle сил 2042 тур это так на ходу можешь бежать там есть различные модули которые ты можешь на ходу менять в поль на поле боя вот мне прям напомнило в батле когда батлупер разошел 20 с рубами при напомнила кризис посмотрите как круто сделаны солнечные лучи они просвечиваются сквозь листву деревьев это прям настолько круто выглядит мне прям нравится ребят она прям волш но очень круто выглядит не правда завораживает эта графика поминаешь те времена к ты первый раз него поиграл глаза были как пять копеек при том что ты играл еще на низкой графика сейчас это прям кайф индикатор маскировки указывает насколько враг осветомлен режим маскировки пожалуйста включена в режиме маскировки временно становитесь невидимым для противника кайф быстрое перемещение в режиме маскировки ускоряет расход энергии вот это кайф крутили голову это я понимаю ребят вот это я понимаю режим маскировки боже как это круто максимум защиты здесь максимум маскировки вот это прям круто жить и игра реально круто выглядеть я прям кайфую от картинки от того как вообще она работает максимально круто никаких подтормаживания нету шикарная оптимизация прям разработчикам огромнейший респект что спустя столько лет после выхода этой игры они сделали оптимизацию дали возможность поиграть людям еще лучше бы еще лучше графики и еще более резким фреймрейтом так как туда подождение не то давайте прям постреляться в открытые просто здесь очень хорошо работает aim assist я бы на вашем месте поставил его ниже для того чтобы вам было более комфортно играть и чувствовать хотя бы какое-то управление этим персонажем давайте пробуем сделать все таки мне не нравится мне не нравится что здесь прям как для ребенка сделано то есть для людям который не умеет стрелять с геймпада здесь вам будет очень легко в него играть так так это режим прицелена автонаведения включать и отключим просто отключим это зачем это надо так здесь вообще надо сделать это вот так пускай будет все да это но не знаю сколько смогу продержать автоприцеливание нам не надо кайф прям кайф режим маскировки маскировка отключена давайте еще с кем-то постреляемся я прям хочу еще поиграть вот противники так у нас заканчивается энергия хорошо бы нам ее восстановить потери у вас класс тоже какой-то кайф подходить режиме маскировки врубать их прикладом кризис 2 это кайф ребят что для глаз вообще для удовольствия от геймплея прям однозначно совет если еще не играли вы прям многое потеряли ребят я прям говорю эта игра это легенда эта игра которая войдет в историю уже вошла в историю вообще кем индустрии кто не знает вообще что такое кризис кризис скачиваете играйте получаете удовольствие образовывать в плане гейминга нужно пробовать что то новое для того чтобы понимать что такое хорошие игры что такое плохие игры вообще на чем строился весь гейминг это нужно понимать включена для того чтобы создать что-то новое или оценить что-то новое нужно сначала понимать что было раньше учить историю также здесь нужно играть в игры которые были раньше, которые были в своё время топовыми и которые привнесли какие-то свои изменения, радикальные и не очень, в сферу гейминдустрии, которые задавали тренды и... которые играли все. Вот для этого нужно играть в такие игры. Да, он и сейчас очень достойно выглядит, не хуже, чем какие-то новые проекты. Прямо геймплейн, музыка в кризисе, это прям вообще мёд для лучшей. Однозначно советую поиграть. Давайте ещё парочку килов сделаем, и можно, наверное, завершать наш обзор. В принципе, всё понятно, это прям однозначный лайк. Так. Получай. Это здесь ещё сверху есть он. Или сверху, или в здании, что-то непонятно. Не понял, где он. Ну, спишь собаку. Блин, жесть. Очень круто, очень круто играется прям. Я уже немножко отвык от этого. Режима маскировки. Такого в играх вообще редко встречаешь. Маскировка, там защита такого обычно нету. Это в кризис. Кризис в своё время сделал переворот. И потом многие разработчики начали это копировать, на самом деле. Вот эти вот экзокостюмы разные, там разные способности. Кризис прям был революционером в этом плане. Поэтому, ребятки, кому понравился данный ролик, кому нравится игра Кризис вообще, в общем и целом, первая, вторая, третья, неважно, вне зависимости от частей. Скачивайте, покупайте. Версии ремастерят. Они действительно выглядят очень круто. Играются максимально комфортно. Получите уйму удовольствия. Вспомните, проностальгируйте те, кто раньше в них играл. На эске прям суперски играется, суперски выглядит. Всем спасибо за просмотр. Кому понравился данный ролик, ставьте лайки, пишите комментарии. А также не забывайте поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока, до новых встреч.